Привет всем любителям ММА! Турниры UFC в июле будут идти один за другим. Значит подкасты на турниры UFC тоже будут идти один за другим. Те, кто не любит ранние подкасты, не смотрите. А если вы смотрите этот подкаст позже, и допустим какие-то бои уже поменялись или отменились, то опускайтесь в описание ролика, там есть тайм-коды, пропускайте бой, который уже не актуален, переходите по ссылке, не теряйте свое время, смотрите те бои, которые актуальны. Ну и да, напишите обязательно кто-нибудь в комментариях, зачем я это делаю, почему я это делаю так рано. Потому что если вы не напишите, то мне будет чего-то не хватать. Ну а сегодняшний ролик будет посвящен первому файт-найту на бойцовском острове. Это Кеттер против Иги через две недели, 15 июля. Начинаем. Первый бой это Джек Шор против Андерсона Досантоса. Вообще на этом турнире есть ряд бойцов, которые перекочевали с UFC London, который не состоялся в марте. Я снимал подкаст, записывал про этот турнир. Ну как бы получается сработал на корзину. В общем я особо подробно рассказывать не буду про некоторых бойцов. Джек Шор. Это такой проспект. Чемпион Кейдж Вориорс. Я не могу сказать, что он меня сильно впечатлил своими выступлениями в Кейдж Вориорс. Но он вполне такой крепкий парень, который отлично борется. В целом прогрессирует. И здесь опять же можно привести оценку Дэна Харди, который предлагает за Джеком Шором внимательно наблюдать. И говорить, что это весьма перспективный парень. К мнению Дэна Харди, конечно же, нужно прислушиваться. Ну или по крайней мере можно прислушиваться. Андерсон Досантос. Бразильский боец. Гораздо более опытный. У него 28 боев. Правда 8 поражений. Могли мы его видеть в России. Заезжал он в Ахмат как-то раз. Где проиграл Саиду Дурмагомедову. Ну и я в UFC провел 2 боя. Оба проиграл. В общем-то бои были конкурентные. Но ни один из них он не вытянул. Проиграл Неду Наримани и Эндрю Юэл. Ну а вот Джек Шор, когда дебютировал в таком неплохом довольно-таки стиле, сумел одолеть на Элина Иернандеса. Ну и если он меня не впечатлил в своих боях, которые были до UFC, то вот в этом бою он уже выглядел вполне себе неплохо. Не дал никаких шансов Эрнандесу. Просто его переборол. Обесточил. И в третьем раунде уже засабмитил. Ну и плюсом к своей борьбе стоит отметить, что Джек Шор периодически выезжает в Тайгер Муай Тай, где подтягивает ударку. Оно ему, конечно, надо, потому что ударка у него пока что скудноватая. В общем, если посмотреть на коэффициенты, то на Шор 1.24, на Андерсон Досантос 4.25. Пока еще не на всех конторах открылись линии. Этот бой объявили буквально недавно. Что сказать? Андерсон Досантос, мне кажется, это такой боец, который проиграет в стойке хорошему ударнику и проиграет в борьбе хорошему борцу. Джек Шор борец хороший. Я думаю, что Андерсон Досантос будет 3 раунда под ним лежать. И Джек Шор, скорее всего, победит. У меня нет ставки на этот бой, потому что я не буду забирать Джека Шора за 1.24 в силу отсутствия у него опыта. Я не буду забирать и Андерсона Досантоса, потому что я думаю, что у него маловато шансов против Шора. Конечно, здесь вроде как просматривается ставка Джек Шор решением, поскольку Досантос вроде как такой довольно-таки крепкий и опытный. Боец, в общем-то, неуступчивый. Я не говорю, что он плохой боец, но вот все-таки я не могу в нем разглядеть Андердога. Но при этом, в общем-то, из 8 поражений у него 5 досрочек. Был он и нокаутирован, и задушен, поэтому опасно здесь какие-то исходы искать. Джек Шор, конечно, может победить и решением. Но если он его завозит сильно к третьему раунду, он, в общем-то, может его и засадмитить, и забить в партере, например. Поэтому Джек Шор, да, ставка на Джек Шора нет. Ну вот как-то так пропускаю бой. Диана Билбита против Лианы Джоджо. Лиана Джоджо, грузинский боец, которая тренируется в Ахмате. Весьма у нее, я бы сказал, скудный опыт выступлений с очень несерьезной оппозицией в российских промоушенах. И ее звездный час – это бой с Мариной Мохнаткиной, которая, честно говоря, в UFC, а не в UFC, а в смешанных единоборствах. Это, скорее, все-таки не величина, а фамилия, но величина в самбо. Удалось ли они ее победить в тяжелом пятираундовом бою? Дебютировала она в UFC, дебютировала в категории 61 килограмм. Вышла она против Сары Морос, которая была очень-очень здоровая по сравнению с Джоджо. Ну и вообще Морос, хотя и не самый топовый боец, но весьма опытная. Ну и она Лиану просто, можно сказать, переехала и в третьем раунде ее забила в партере. Надо, конечно, отметить, что она еще и провесила, поэтому там Джоджо на ее фоне смотрелось скудно. Этот бой у нас будет 57 килограмм. И драться она будет с Дианой Белбитой. Это румынский боец, который сейчас, видимо, живет и тренируется в Канаде. Скажем так, это, грубо говоря, кикбоксер с базой Джоджо. Тренируется она с Кайлом Нельсоном. Это плюс-минус известный канадский боец UFC. Что про нее сказать? Ну, у нее хотя бы побольше опыта выступления вообще как такового. Позиция тоже отвратительная. Встречалась она с более-менее известными бойцами, типа там Ариани Липский, ну, хотя бы там Иони Разафайрсон. Господи! Более-менее известная в Европе бойцушка. Но она обоим и проиграла. Проиграла с Адмишиным. Дебютировала она с Маккан. Маккан там была очень большим фаворитом в том бою. Маккан этот бой выиграла. Ну, в общем-то, Билл Бита там смотрелась лучше, чем я думал. Она девушка весьма габаритная. И, в общем-то, ну, мне кажется, тренировки с какими-то более-менее приличными бойцами на ней сказываются. И поскольку ей только 24 года, я думаю, что у нее есть кое-какое будущее в UFC. Может она свой уровень подтянуть. В принципе, с Маккан, которая, конечно, это тоже там не первая величина UFC, но все-таки более-менее опытный боец, она неплохо смотрелась и в первом, и в третьем раунде. Почему-то первый раунд все судьи отдали тоже Маккан. Я бы его, честно говоря, отдал Билл Бите. В третьем раунде тоже был достаточно такой близкий бой, хотя там Диана уже выглядела не очень, поскольку во втором раунде она получила конкретную трепку от Маккан. Маккан сумела подключить там свою борьбу. Еще там с Билл Биты сняли балл, и чуть она там не отлетела в Гранденпаунде. Ну, в общем, выстояла. Показала, что она достаточно такой стойкий боец. И более-менее как-то хотя бы до решения дожила. Ну, и говорю, что два раунда она, в общем-то, выглядела более-менее неплохо для дебютанта. Что по этому бою? Я, в общем-то, к Леоне Джоджу, если честно, отношусь довольно-таки скептически. Она может, конечно, побороться. И у нее есть тяжелый удар с рук. Это все, что я про нее могу сказать. У Диады Билл Биты есть определенные защиты, определенные проблемы защиты от тейкдаунов. Но я все-таки думаю, что Маккан, которая неплохо подтянула свою борьбу, борется получше, чем Джоджуа. Я, честно говоря, вижу шансы у Джоджуа только в борьбе. Если она выйдет с геймпланом бороться, и будет это делать, и у нее будет это получаться, она сможет переводить Билл Биту, то у нее есть шанс выиграть этот бой. В стойке, я думаю, Билл Бита будет лучше, потому что Билл Бита существенно габаритнее. 8 сантиметров рост и 17 сантиметров рич. Ну и вообще у нее такой более-менее адекватный кикбоксинг. Она себя, в общем-то, умеет защищать, она умеет более-менее комбинировать. Джоджуа просто, мне кажется, стоит широко расставленными руками и периодически начинает хавать все, что ей летит в лицо. Поэтому я, в принципе, здесь отдаю предпочтение Билл Бите. Не слишком интересный на нее коэффициент 1.64. Ну, в общем, подумать об этом можно. Посмотреть, как девушки подойдут ближе к бою. Про Лиану Джоджу я здесь как-то думать не хочу. Максимально непонятный бой. Тим Элиот против Райана Бенуэ. Тим Элиот после его последнего выступления. Хотите ли вы на него поставить? Ну, лично я нет. Ладно, проиграл фигу Ирэда. Ладно, не сложилось со Скаровым, где он там говорил, что он якобы там полтора раунда дрался в полунокаутированном состоянии. Нет, наверное, даже не полтора, а два с половиной, потому что там панч был в первом раунде, после которого действительно можно было подумать, что он ушел куда-то в сторону Мальборо. Ну, с Брэндоном Ройвалом это просто, конечно, трэш. В общем-то, были у него там шансы, я считаю, потому что как борец, именно как борец он лучше, чем Ройвал. Но то, как он устал в первом раунде, это как бы все. Это приехали. И самое смешное, что он сейчас до сих пор в этом бою даже идет фаворитом. Но это просто не знаю почему. Если бы здесь Тим Элиот был там за коэффициент 3, наверное, можно было бы еще думать. Ну, Райан Бенуэ тоже максимально непонятный товарищ. Вот в чем дело. Он никого не победил в UFC из каких-то серьезных людей. А, ну там нет, он победил Серхио Петиса в 15-м году, но я буду считать, что это лаки-панч. А дальше что тут? Фредди Серано, Ашхан Махтаря, ну это вообще не серьезно. Проиграл всем, с кем дрался из серьезных бойцов. Вышел в 19-м году в весе 61 килограмм на бой с китайцем Хилия Латенгом. Неплохо проводил первый раунд, здорово там попадал. Но тоже как-то потом он подсдох. И Латенг его стал перебивать, а в третьем раунде и перебарывать. Так он этот бой и проиграл. Я говорил, что когда он выходил на этот бой в категории 61, мне, в общем-то, весьма понравилась его форма. Такой нормальный, атлетичный парень. Сейчас он снова будет спускаться в 57. И чем закончится этот бой, как он пройдет, я понятия не имею. И даже не хочу об этом, честно говоря, не думать, не угадывать. Если бы меня заставили делать ставку, я бы выбрал Бенуэ, потому что Тим Эллиот, мне кажется, ну совсем уже не в кондициях. Но, скорее всего, этот бой просто-напросто пропущу. Если я увижу на взвешивании какие-то, допустим, подсказки, что кто-то из них будет там, допустим, в очень отвратительной форме, особенно Эллиот, ну тогда, может быть, еще да. А так, при матч я этот бой пропускаю. Джон Филлипс против Душка Тодоровича. Джон Филлипс английский, по сути, боксер. Сравнительно возрастной уже, 35 лет ему. Не особо у него, конечно, складывается в UFC. Проиграл он Чарльзу Берду в борьбе. Проиграл он Кевину Холланду в борьбе. Проиграл он Джеку Маршману по глупости и немного булщит. В принципе, Маршмана он отправлял в нокдаун. Но даже не пошел добивать. И что-то там стоял, кривлялся. Ну и Маршман потом очень так в равном боксерском тоже противостоянии. Второй, третий раунд его перестреливал. Я не могу сказать, что он был сильно лучше, но судьи отдали победу ему. Но зато в последнем бою у него все сложилось. Вышел против Амидовского и просто его хлопнул. Ну, Амидовский непонятно, что за боец и о чем он думает. В общем-то, рекорд у Джона Филлипса, конечно, в части его побед красивый. 22 победы, 20 нокаутов, 2 сабмишена. Ну, в общем-то, у него и 7 поражений досрочных при общих 9, в том числе 5 сабмишена. Проблема Джона Филлипса это борьба. Плохой у него тэкдаун диффенс. Беспомощный он в партере. Несмотря на то, что он тренируется в SBG Island, ну, не знаю, наверное, они это как-то все-таки видят. Наверное, он как-то должен эти свои дыры подтягивать и закрывать. Потому что иначе с ним будет все то же самое, что и было раньше. Встречаться он будет с сербским бойцом Душка Тодоровичем. Что о нем можно сказать? Что он в 2018 году каким-то чудом хлопнул нашего друга, который бегает по клетке Мишеля к Перейру. До этого он дрался с такой себе оппозицией. Боец не особо опытный. Выступил на Contender Series. Его бой с Тедди Эшем мне совершенно не понравился. Тодорович большую часть этих трех раундов сумел Тедди Эша продержать в клинче. Где особо он ничего не делал. Периодически аж из этого клинча вырывался. Накидывал Тодоровичу в будку. Но, тем не менее, наверное, по сумме трех раундов Тодорович сделал больше. Не знаю, почему его Дэна Вайт подписал. Он такие выступления не любит. Но, наверное, потому что Тодорович в целом выглядит перспективно. И дают на него сейчас 1.55, а на Филипса 2.55. Я стараюсь работать над своими ошибками по ставкам. Одна из моих ошибок это вот ставить на всякую малоопытную хрень, которая идет там в районе 1.4-1.5. И выглядит очень перспективно. Что вроде как. Вот молодой, опытный против пожилого, у которого есть дыры. Но больше я постараюсь так, конечно, не делать. Не знаю, насколько у меня это получится. В общем, Тодорович за 1.55 категорически нет. Потому что, во-первых, он дофига пропускает. Раз. Во-вторых, что-то как-то он мне по кардио не понравился в бою с Тодиашем. Быстро он как-то устал. Ну, еще кое-какие бои я его смотрел. По-моему, я смотрел его бой с Александром Попиком. В 2017 году, конечно, много времени прошло. Но что-то как-то тоже он там вроде начинает здорово. Вроде такой агрессивный. Пес вперед. Но как-то он и пропускает. И вот устает он. В общем-то, у Филлипса кардио, в принципе, приличное. Конечно, Тодорович будет с Филлипсом бороться. Вполне вероятно, что у него это получится. Поэтому ставку Джона Филлипса я отношу в категорию большой риск. Я очень надеюсь, что он подтянет свой тэкдаун дефенс. И дальше уже посмотрю на коэффициенты ближе к бою. В общем-то, каждый раунд начинается в стойке. И я думаю, что Филлипс имеет определенные шансы, как минимум. Потому что, да, Тодорович может его завозить. А Филлипс может под Тодоровичу попасть. И еще Тодорович может, например, сдохнуть. Он может забрать первый раунд в борьбе. Он может забрать и второй раунд в борьбе. Но если он, допустим, Филлипса не удосрочит, то я думаю, что он вполне себе может устать. И у него могут перестать проходить тейкдауны. Защита стойки у него не особо. Если Филлипс, например, тоже сам не просядет по кардио, то он, в общем-то, в поздних раундах Тодоровича может и хлопнуть. Потому что удар у Филлипса есть. В принципе, так не записал. Но, наверное, можно в этом бою подумать и про досрочку. Посмотреть, сколько будет давать на тотал меньше. Ну, а так, в принципе, я здесь все-таки буду за опыт и за коэффициент. Хотя, выглядит это достаточно рисково. И вот у нас еще два вполне себе интересных бойца. Это Рикардо Гамош и Лерон Мерфи. Рамос уже провел прилично боев в UFC, хотя ему всего 24 года. В 2017 году победил Айма на Захабе. Если хотите, прямо пересмотрите концовку боя. Там просто отличная комбинация. С Байк Элбол просто отличная. Я не помню, это, случайно, не нокаут года. Номер 18. Ну, Performance of the Night. Не знаю, 18-й нокаут. Что же там за нокаут и первых 17, что если это только 18-й? Отличный нокаут, просто отличная комбинация. Дальше был весьма близкий бой с Кьюхо Кангом, корейским грэпплером. Дальше он красиво отлетел с Саиду Нурмагомедову, пропустил кик в печень. В 2019 году подавался с Джорни Ньюсоном, который дебютировал в UFC и выходил на весьма коротком уведомлении. Ньюсон, в общем-то, неплохой боец. Он сильно проигрывал Рамосу в габаритах. Ну, я бы сказал, что он обнажил некоторые проблемы Рикардо Рамоса. Потому что бой был достаточно близкий. Ньюсон, который базовый боксер, ну, просто он научился бороться, был неплох и в партере. Дважды он закрывал опасные сабмишины. В стойке был бой примерно равный. Неплохо он отсадил Рикардо Рамосу ноги. Немножко подздох Рикардо Рамос третьему раунду. Но все-таки в третьем раунду он сумел опять свой бэк-элбоу, спиннинг-элбоу выкинуть. Отправил Ньюсона в нокдаун. И, в принципе, бой по праву забрал. Ну, и после этого задушил парня, который, наверное, не умеет особо бороться, Эдуардо Гарагори. В целом Рамос, конечно, хорош. В стойке в основном предпочитает кики. И плюс у него очень хороший креатив. Действительно, его визитная карточка – это вращающиеся локти. Он их выкидывает в каждом бою. Иногда немножко ими злоупотребляет. Но, в общем-то, он ими и достает соперников. Срок он работает не очень, но при этом, опять же, он и в стойке просто подключает локти. Я имею в виду не вращение уже, а просто иногда не заменяет ему кулаки. То есть тайский бокс у него такой неплохой, но больше с уклоном в ноги. Ну и плюс, да, очень хороший креатив. Лерон Мерфи – парень менее опытный. Смотрел давненько уже, правда, его бои в английских лигах. Ну, позиция там была, конечно, весьма такая неинтересная. Тюбютировал в 2019 году бой в палатке в пустыне с Зубайром Тухуговым. Большинство считает, что Тухугов забрал тот бой. Бой складывался сложно для обоих. Тухугов там очень сильно сдох. Наверное, это повлияло на исход боя. Но это, в принципе, была проблема Тухугова. Потому что Лерон Мерфи выходил на очень коротком уведомлении. По-моему, меньше недели у него было. Ну и, собственно говоря, он мне понравился в том бою. Для человека, который был на таком коротком уведомлении, он выступил достаточно неплохо против весьма сложного соперника. Все-таки борьба Тухугова, она принципиально иная, допустим, чем у Рикардо Рамоса. И, тем не менее, Мерфи, ну, по крайней мере, ничего Зубайре в борьбе сделать не дал. Да, пропустил Хуг в первом раунде, упал в нокдаун. Но, в целом, бой проводил неплохо. И в стойке, наверное, смотрелся лучше, чем Зубайра. А Зубайра-то, оказывается, свою стойку подтянул тоже, да? Поэтому, опять же, здесь бой двух проспектов. Один более опытный. И второй менее опытный. Но я здесь пойду, опять же, за коэффициентом. 1.57 на Рамоса, 2.5 на Мерфи. В принципе, я думаю, что это будет близкий бой. Я думаю, что Мерфи в этот раз будет получше готов. И, в общем-то, он даст определенный отпор Рамосу. Рамос, как правило, габаритнее своих соперников. А здесь у него такого преимущества не будет. Мерфи немножечко его покрупнее сам. Поэтому в стойке, я думаю, Мерфи не уступит. Если он Рамосу не даст побороться, то это будет весьма близкий бой. А я думаю, что Мерфи не даст Рамосу побороться. Он с Зубайрой там плюс-минус справился. По крайней мере, ничего ему не дал сделать в партере. Ну, у Рамоса, мне кажется, такого навыка переводов нет. В общем-то, если Рамос будет работать с ног и с локтей, то Мерфи, я думаю, его просто будет неплохо разбивать с рук. Результат, конечно, сложно предсказать. Но меня явно манит коэффициент на Лерона Мерфи. Молли Маккан против Тайлы Сантос. Ну, опять же, про Молли рассказывал на подкастике UFC London. Я за нее немножко притапливаю. Боевая Тифтеля. Человек, который занимается своим делом. Ей нравится драться. Она делает это с душой. Она прогрессирует. Она молодец. Была задушена в дебюте Джиллиан Робертсон. Провела неплохой бой с Кашуэрой. За исключением того, что пропустила один оверхенд. У него был глаз, как слива к концу боя. Прекрасно диклоснула Липски, будучи андердогом за трешку. Ну, и с той же билбитой бой я уже рассказывал. Молли Маккан базовый боксер, который в целом сейчас достаточно подготовлен во всех аспектах ММА. Прокачала она свою борьбу. И выглядит достаточно неплохо. И в целом она мне весьма нравится. Но у нее габариты очень даже скромные. И рост у нее небольшой, и рич у нее прям совсем маленький. Коротколапая она. В принципе, это даже вот по этой фотке видно. Тайло Сантос. Бразильский боец, который провел в UFC только один бой. Но я хочу начать с боя на Contender Series. Это бразильская серия. В общем-то, мало она, конечно, выступает в последние годы. Всего лишь три боя за последние пять лет. Это мало, конечно. Там что-то травмы у нее были. В общем, на Contender Series я пересмотрел бой. Она мне прямо очень понравилась. Это такой весьма подготовленный кикбоксер. У нее отличные лоу-кики. Она, опять же, умеет комбинировать удары. Она подвижная. Она умеет себя защищать. В общем-то, и выходить из-под ударов. И руки держат нормально, плюс-минус. Нормальное кардио. Что-то понимает в борьбе. В общем, в принципе, она мне довольно-таки понравилась с того боя. Что касается ее дебюта с Бореллой, Ну, я считаю, что она просто протупила. Первый раунд был достаточно близкий. Она там, наверное, сильно вложилась в сабмишн. Неплохо она там зашла за спину Боррели. И закрыла треугольник. Но задушить ее не смогла. И мне кажется, она там подустала. Долго она там возилась с Борреллой. Но потом Боррелла все-таки сумела оттуда выбраться с трудом. И Боррелла забрала в конце... В борьбе забрала концовку первого раунда. Второй раунд вот Сантос протупила. Она, видимо, подустала. Там много стояла в клинче спиной к сетке. Особо-то там ничего не происходило. Ну, просто Боррелла была чуть активнее. Сантос никак не могла от этого клинча отделаться. Ну, и, собственно говоря, поэтому второй раунд она проиграла. Третий раунд она вчистую выиграла в стойке. Но судьи отдали Боррели. Не знаю, отдали бы они сейчас. В каком году был бой? В начале 19-го. Ну, в принципе, близкий бой, скажем так. Близкий бой. И сейчас у нас девушки идут практически по равным коэффициентам. Несмотря на мою любовь к Маккану, я здесь притоплю за Сантос. Потому что она существенной габаритнее Маккан. 5 сантиметров рост и 16 сантиметров рич. И я думаю, что у Боррелла это получилось побороться с Сантос плюс-минус. Но она не так плоха в борьбе. Несмотря на то, что Молли Маккан подтянула свою борьбу. Я думаю, что от борьбы Маккан Сантос сможет отзащищаться. По крайней мере, я на это рассчитываю. А в стойке. Ну, несмотря на неплохой бокс Маккан и на ее подвижность. Я думаю, что здесь все-таки сыграют роль габариты Сантос и ее выучка. Я думаю, что она просто, с учетом того, что она очень неплохо бьет с ног. Она, по идее, нанесет большее количество ударов и заберет этот бой решением. Я предполагаю так. Желательно бы, конечно, чтобы у нее коэффициентик подрос. Потому что изначально она была небольшим андердогом. Это было бы еще приятнее. Но, в принципе, по равной линии я тоже рассматриваю здесь ставку на Сантос. И завершает прилимы бой года. У нас в октагоне два этнических литовца. Англичанин литовского происхождения Модестас Букаускас. И бразилец литовского происхождения Виннипусиус Морейриус. Ну, Морейра, он на самом деле, он похож на большого доброго медвежонка. Или, я не знаю, немножко похож на чебурашку. Немножко похож на какого-то еще сказочного персонажа. У него такой здоровый нос, такие большие ушки, такие пушистые, мохнатые щечки. Он вот как медвежонок, как Винни-Пух. Видно его, что он реально по жизни добряк. Видимо, его как бы в сфере джиу-джитсу воспитали в таком духе уважения к соперникам. Он добрый, хороший парень. Мне кажется, он занимается не своим делом. Оставался бы он лучше в своем джиу-джитсу. И там внизу бы в партере барахтался, отрывал бы людям руки, ноги, душил бы их. Мне кажется, ему это больше подходит, чем драться в ММА. Потому что, ну, пока что все у него, конечно, очень печально. Минифилду отлетел. Андерсу отлетел. Крейгу отлетел. Все нокауты, все первый раунд. В общем, это, конечно, чистый голимый джиу-джитсер. С отвратительной стойкой, в которой он ничего не умеет. И самое плохое, что он не умеет себя защищать. Ну, хотя бы умел бы он себя защищать, у него было бы больше шансов воспользоваться своей борьбой. Как борец он тоже, мне кажется, не очень. Плюс-минус там что-то может в плане переводов. Как грэплер, да. Как грэплер он может. Все-таки я пересмотрел еще его бой с Джоном Алленом на Contender Series. Напомню, что Джон Аллен, в общем-то, не такой уж оказался и плохой боец. Он тоже дебютировал в UFC. Выиграл, конечно, не самого сильного бойца Майка Родригеса. Но там Родригес был прям тоже огромным фаворитом. Поскольку имел уже определенный опыт в UFC. А Джон Аллен там выходил сильным андердогом. Он выходил на очень коротком уведомлении и сумел Родригеса переиграть. В общем, Аллен не такой плохой боец. Правда, потом там опять же No Contest признали, потому что Аллен был на творожке. В общем, я хотел просто про этот бой немножко рассказать, как он протекал. Морейра сначала в Аллен смог вцепиться, перевел его, мучил в партере в первом раунде. Но потом Аллен смог все-таки встать из-под Морейры и начал ему накидывать. Ну, Морейр, соответственно, у него защиты вообще нет. Там все летело ему в лицо. Как бы он там нахватал. Но он тогда еще, наверное, держал удар. Я не знаю вообще, как он сейчас удар держит, потому что его уже, ну, серьезно так нокаутировали. Крейг-то, в общем-то, его тоже потряс, потом он его уже задушил. Ну, во втором раунде он снова сумел вцепиться в Джона Аллена, перевести его. И все-таки его там уже долго мучил, мучил и домучил. Может ли это произойти в бою с Модестом Букаускасом? Ну, в принципе, возможно, да. Букаускас тоже это у нас чемпион Кейдж Вориос. Но я вот отметил бы, что, конечно, давненько дело было. Но в 16-м году он проиграл с Абмишином, более-менее известному в Европе, опять же, Павлу Даравтею. И проиграл нокаутом человеку с рекордом 5-11. Но вот это, конечно, было не очень хорошо. Пересмотрел я его последние бои в Кейдж Вориос. Если не брать те бои, которые там заканчиваются нокаутом от Букаускаса в первом раунде, то они проистекают следующим образом. Вот это, в частности, бои вот с Мартином Нильсиным и с Мартином Вовщиком, что ли. В общем, с Букаускасом пытаются бороться. Его прямо начинают сразу прессовать, потому что Букаускас, по сути, это ударник. Он мне немного напоминает по своей манере, наверное, Дарона Тила. В общем-то, они, наверное, где-то там тренируются в каких-то одних областях. Может быть, поэтому они как-то схожи. Ну, не знаю. Мне кажется, что он похож на Тила. То есть, такой ударник. Я бы не сказал, что у него очень хороший тейкдаун диффенс, потому что его, в общем-то, переводят. И во всех вот этих боях, вернее, во всех двух, которые там более-менее затянулись, он достаточно много провел времени либо под оппонентами, либо прижатым к сетке, там, в стоячем или в сидячем положении. В общем, защищается от борьбы. Он не супер. Но если его переводят в партер, то там, в общем-то, он, как минимум, у него получается не давать ничего сделать. То есть, бороться он умеет. Со спины он, ну, более-менее умеет вязать. Как бы все у него неплохо. Но в целом, конечно, это ударник, у которого 10 побед, 7 нокаутов, 2 сабмишена. Смотрится парень перспективно. Не знаю, какие у него UFC будут моменты. Но сейчас, на данный момент, на Букауско создают 1.36, на Морейру 3.3. Может ли Морейра оказаться здесь интересным андердогом? Ну, в принципе, возможно, может быть, да. Потому что Букауско с не особо опытный. Если Морейра не пропустит там в будку на первой минуте, и сможет как-то до Букауско с добраться, утащить его вниз, то, ну, есть у него определенные шансы. Все-таки есть, я считаю. Но ставить на это я что-то не хочу. Даже за 3.3 на Морейру, ну, нет. На Букауско со я ставить тоже определенно не буду. За 1.36 дебют UFC. Не такой опытный парень. Показывал уже, что были у него какие-то заплеты. Он, наверное, конечно, с тех пор стал лучше. Но нет. Если бы Морейра еще умел себя защищать и мог бы в стойке более-менее ударить. У него удар-то тяжелый есть, но он доносить их совершенно не умеет. Поэтому тоже ни Морейра, ни Букауско в плане ставки меня не привлекают. Единственное, о чем здесь можно подумать, это какие-то тоталы меньше. Но здесь, если ставить на тотал меньше, то придется более-менее рисковать, потому что за неполный бой там дадут какие-нибудь слезы, типа 1.25. Зачем-то уже это надо. Ну, а вот я там посмотрел коэффициенты. Примерно, я думаю, на тотал меньше полутора будет 1.85. Если, конечно, не прогрузят ближе к чемпионату уже, к турниру. Ну, вот это единственный вид ставки, который можно рассматривать. В принципе, я думаю, что в пределах двух раундов весьма высоко вероятно, что этот бой закончится. А может быть и в пределах полутора. А может быть и в пределах одного раунда. Хотя, если Морейре удастся все-таки вцепляться в Букауско, то бой может и затянуться на неопределенное время. Открывают прелимы Джеред Гордон и Крис Фишгольд. Так, Гордон. Гордон. Гордон одержал две победы в UFC в начале своей карьеры. Потом был достаточно тяжело нокаутирован Диего Феррерой, где пропустил много ударов по голове. Потом был тяжело нокаутирован и Акимом Сильвой, где пропустил много ударов по голове. Провел бой с Дэдом Мореттом. Где там у обоих были какие-то моменты, но все-таки, как ни странно, Гордон, который, мне кажется, все-таки гораздо больше тяготеет к ударке, смог забрать у Моретта там определенные моменты в борьбе. Вот Моретта там тоже он немножко пропускал. Ну и был нокаутирован Чарльзом Ольвейрой уже в ноябре 2011 года. Главное, что я могу сказать про Джарета Гордона, но про моему он подпробился уже конкретно. Наверное, это произошло главным образом в бою с Акимом Сильвой, потому что, в общем-то, он этот бой до определенного момента выигрывал и потрясал Сильву, и доносил до него много ударов, но у Сильвы держак явно лучший. Третьему раунду Гордон подустал, не мог уже он почему-то нормально передвигаться, нормально защищать себя. Начал он зарубаться с Сильвой, и мне казалось, что уже тогда вот его начинает болтать от ударов. То есть он попадает по Сильве, Сильва стоит, попадает Сильва по Гордону, но Гордон начинает так ножки немножко подкашиваться. Ну и после этого Сильва ему еще накидал, и нокаут от Оливейры. Джарет Гордон сейчас, он либо будет проводить какой-то очень осторожный бой, пытаясь дожить до решения, либо если он пойдет рубиться с Фишгальдом, то все для него закончится. Фишгальд, что-то у нас какой-то сборище, он же тоже у нас чемпион Кейдж Вориос, если я не ошибаюсь. Вот. Это же чемпионский у него бой был. Ну да. Дебютировал в 18-м году с Келвером Кеттером. Это, конечно, не очень удобный соперник для дебюта. Отлетел с Теймуром, с младшим, с конченным. Провел бой. Там, по-моему, в первом раунде тоже немножко пропускал на Теймура ненужные удары. Ну и дальше, дальше уже был бой с Амирхани, который к концу второго раунда его задушил. Фишгальд, по сути, это грэпплер, который обладает тяжелым ударом. Много у него досрочек, конечно. 18 побед всего, 2 нокаута, 13 сабмишенов. Не самое лучшее у Криса Фишгальда кардио. Он ведет бои достаточно агрессивно. Он начинает их в стойке, он борьбы не ищет. Он выходит в октагон, начинает сразу кидать свои бомбы. Удар у него тяжелый. И дальше, вот если он уже попадет, он пытается либо добить, либо засабмитить. Ну и в общем, здесь 2 бойца, у которых есть очевидные дыры. Но мне кажется, что дыры, которые есть у Джареда Гордона, они существеннее. Потому что Фишгальд, ну более-менее, держит удар. И в общем-то, проседает он по кардио там, где его сильно нагружают. Сможет ли это Джаред Гордон сделать, я не знаю. Поэтому из этих двоих я бы выбрал все-таки Фишгальда и тотал меньше 2,5. Конечно же, если Гордон будет проводить максимально осторожный бой и беречь свою челюсть, могут они дойти до решения. Но с учетом всех обстоятельств, я думаю, что либо Фишгальд выйдет и в течение там, может быть, даже полутора раундов Гордона вынесет. Ему нужно только попасть, мне кажется, один раз хорошо и дальше уже все будет закончено в той или иной форме. Ну, либо Фишгальд выйдет, вымахается и тогда уже будут шансы, что Гордон его финиширует. Вот какие-то такие мысли на этот бой и мне кажется, что что-то одно из двух хотя бы должно зайти. возвращается в октагон Абдул-Разак Аль-Хасан и встречаться он будет с Муниром Лазизом. Абдул-Разак Аль-Хасан дзюдоист из Ганы, который навел шороха в UFC, нокаутировал всех, кроме Ахметова. Ну, что здесь можно отметить? Саба Хамаси первый бой в семнадцатом году не было там нокаута, там налажал Хербдин. В общем-то Хасан выиграл, конечно, бой, но тоже он там был не идеален. Там Хамаси тоже по нему попадал, сумел там его перевести и с локтей ему накидать. В общем, скорее всего, конечно, бой бы закончился все равно нокаутом, но там была полная ерунда, потому что Хамаси просто ушел вниз и вцепился в ногу Аль-Хасану, а Хербдин подумал, что Хамаси потрясен. Ну, во втором бою уже без вопросов, там жесткий апперкот и Хамаси просто был выключен. Ну, и Прайс в восемнадцатом году выиграл, хотя я считаю, что Прайс в последнее время все-таки совершил кое-какой прогресс и, может быть, сейчас бы этот бой так не закончился. Ну, а вот с Ахметовым, в общем-то, не получилось у него особо какого-то такого боя. Мне этот бой, мне кажется, такой более-менее ключевой для анализа, потому что Хамаси, ну, не смог прямо, не Хамаси, Аль-Хасан, не смог какое-то большое количество акцентированных ударов до Ахметова донести. Ну, да, попадал, но такого не было, чтобы Ахметова хотя бы раз там, допустим, зашатало. Ахметов тоже по нему попадал, и Ахметов очень неплохо с ним боролся, проводил такие тайминговые тейкдауны, ну, и, наверное, они все-таки зарешали, потому что в стойке было там плюс-минус, может быть, равенство, может быть, с небольшим преимуществом Аль-Хасана, но тейкдаунов Амари прямо провел много, там было контролей, небольшое, может быть, количество добивающих ударов, опасного ничего для Аль-Хасана не было, но тем не менее. Ну, и вы знаете эту историю, да, что он там был обвинен в двойном изнасиловании, что были там судебные разбирательства, даже немножко он посидел в тюрьме в восемнадцатом году и долгое время не выступал, был окончательно он оправдан только в марте двадцатого года, ну, и у меня, конечно, большой вопрос, боец возвращается на таком приличном простое, с учетом всех вот этих дел, его личных дел и всякой там разной пандемии, какой он будет в форме, как он тренировался, это все большой неизвестности. То есть по нему прямо у меня будут большие вопросы вот в каком виде он вернется. Я просто хотел еще отметить, что вот с Ахмедовым то, в общем-то, можно сказать, что вот к третьему раунду то он устал. У него все бои заканчиваются в первом раунде, все рассчитаны на то, что вот он выйдет, всех вынесет сразу же. А когда бой немножко затягивается, ну, там он был не лучше, наверное, образа, все-таки он выиграл в третьем раунде уже. Мунир Лазис это тунисский кейкбоксер, по сути, который выступает в очень таких второстепенных промоушенах, наверное, лучший из них там в Brave FC, где он провел пару боев. Ну, а так, это все какие-то пустынные дела, арабские чемпионаты с оппозицией, которые не особо о чем. И даже человек с фамилией Хомяковс в восемнадцатом году попортил ему немножко лицо перед тем, как отлетел. В девятнадцатом году проиграл Эльдару Эльдару. Я не пойму, сейчас он вроде за Россию выступает. До этого какой-то другой там флаг у него был. Азербайджан, что ли, я не знаю. Ну, Эльдаров я посмотрел, он вообще-то неплохой борец. Он сумел Лазиза перебороть. Лазиз, я посмотрел его бои, у меня как-то не сложилось про него конкретного впечатления. В целом, наверное, можно сказать, что он неплохой ударник, который испытывает кое-какие проблемы с борьбой. Я бы не сказал, что он нулевой. Ну, в общем-то, какие-то, если видеть ситуации опасные для него, то, наверное, в основном это были ситуации в борьбе. Вот. В стойке он неплох, честно говоря, он мне немножко напоминает чуть менее подвижную версию Юсефа Залава. Вот если сравнивать, что-то вот такое. Я бы не сказал, что он очень подвижный, но мне кажется, он подвижным быть может. И в этом бою явно для него это ключ к возможной победе. на Аль-Хасан дают 1.36, на Мунира Лазиза 3.25. Ну, Аль-Хасан за 1.36 я скажу нет. То есть, все склоняется к тому, что вот Аль-Хасан сейчас выйдет, его положат в первом раунде. Может быть, так и будет, а может быть и нет. Я не хочу за 1.36 забирать бойца, у которого будет простой уже близкий к двум годам, просто потому, что он там вот несколько людей в UFC нокаутировал. И, собственно говоря, ну, честно говоря, кроме Ника Прайса, у него не было хорошей позиции в UFC, поэтому 1.36 для дебюта, ну, не для дебюта, для возвращения, ну, как бы низкий коэффициент, мне не особо интересно. Может ли Лазиз оказаться здесь андердогом интересным? Я, в принципе, считаю, что да, но я в этом, конечно, совершенно не уверен. Если он будет двигаться, если он будет в хорошей форме, если он не будет Аль-Хасан опускать на среднюю дистанцию, то, в общем-то, у него кое-какие шансы есть, не знаю, там, отбить Аль-Хасану ноги, просадить ему корпус, затащить бой в поздние воды, ну, может быть. Единственная ставка, которая здесь, может быть, подумаю, это тотал больше полутора. Она, конечно, достаточно рисковая, потому что, действительно, если у Лазиза не хватит ума, и он пропустит в голову в первом раунде, то для него все может закончиться. Но он вроде парень не глупый, я думаю, что он все-таки здесь будет максимально двигаться, пока не мере, ему это нужно делать. Ну, и есть такой вариант, что бой зайдет там за середину, если за это будут давать неплохой коэффициент выше двушки. Ну, может быть, я про это подумаю. Ставить на бойцов здесь на Аль-Хасана точно нет, на Лазиза. Ну, в принципе, если коэффициент еще вырастет там в надежде на какой-то апсет, можно попробовать, потому что я не так уж здесь благосклонен к Аль-Хасану. Я думаю, что не совсем правильные коэффициенты. Карло Эспарзо против Марины Родригес. В общем-то, Эспарзо с точки зрения достижений она молодец. Если взять ее последнее выступление, то победила Мороз, победила Кальвилья. Не проиграла нифига Гаделли и, по сути, проиграла только Суарес. Хороший бой с Энджиробой. Весьма близкий бой с Гроссо. Отвратительный бой с Вотерсо. Ну, там он с обоих сторон отвратительный. Наверное, даже больше со стороны Вотерсо. Потому что Эспарзо его хотя бы выиграло. По-прежнему ее борьба рулит. Но борьба у нее, конечно, максимально скучная. По сути, она может только переводить. В стойке она показывает мало что в последнее время. В Партре она тоже особо ничего не показывает. У нее только контроль и вялый Гранден Паунд. Поэтому смотреть на это она все весьма скучно. Я очень давно уже жду, чтобы Эспарзо кто-нибудь избил. Не потому, что я ее не люблю, а потому, что она немножечко достала уже с этим стилем. Надо что-то все-таки делать, я считаю. Не просто лежать в Партре на сопернике. Ну, и сможет ли ее избить Родригес? Ну, может быть, конечно, и сможет. Ну, в общем-то, вот эти два боя, конечно, с Марко и с Кальвилью, они немножко разочаровывают Марине Родригесу, которой очень хорошие скиллы в Муэй-Тай и, в принципе, подтянет свою борьбу. Я считаю, что она может быть и претендентом на пояс через определенное время. Она, конечно, будет, опять же, погабаритнее Эспарзе, но что вот сделала ли она что-нибудь с борьбой, я не знаю. Посмотрел ее Инстаграм, где-то месяца два назад она заезжала в Тим Альфа Мэйл, но какое-то время может быть на две-три недели. Это неплохо, но мне кажется маловато, то есть ей нужно с утра до вечера тренировать борьбу. Борьбу, защиту от тейкдаунов, подъем Эспартера и тогда у нее будет все хорошо. В общем-то, с учетом того, что Эспарзе сейчас мало что показывает, я надеюсь на то, что Родригес сможет защититься от ее тейкдаунов в должной мере и Эспарзу в стойке расстрелять. Может быть, это не получилось у Алекса Гроссо, у Родригес по идее должно получиться, но поскольку это пока только мои мысли и я не имею подтверждения в том, что Родригес сможет защититься от тейкдаунов. Пока что она показывает, что она вроде как защищается, защищается, а потом бах пропускает и все там сливает Кальвилья раунд со счетом 10-8. Все-таки я думаю, что она сможет защититься, но ставку эту ставлю в рисковые. Еще мне не нравится коэффициент на Родригес, то есть одно дело ставить на нее там за двушку, когда она идет в бою там и с Тишей Тореза там был коэффициент выше, и с Кальвилья там был по-раунам, а здесь в принципе уже как бы коэффициент низковатый. Не очень мне нравится. Если он упадет еще, я, наверное, Родригес забирать не буду. Вот если вырастет коэффициент, тогда будет поинтереснее. В принципе, опять же, если вы верите, что Эспарза сможет перебороть Родригес хотя бы в двух раундах, то на Эспарз здесь можно тоже ставить за нормальный коэффициент, но я субъективно в это не верю. Коммайн и Вет, Муньос против Эдгара или Муниос, пусть будет Муниос. В Муниосе все неплохо. Проиграл Дотсон в 2018 году, Дотсон его переиграл на скорости. Отличный бой с Брэтом Джонсом. Как там Джонс не отлетел, я не знаю, просто показал очень большой такой характер. Но Муниос там, конечно, его очень сильно измучил в стойке. Отбил ему там все, что можно. Выиграл ветерана Каравея. Легендарный бой с Гарбрантом. Ну, Гарбрант, конечно, я думаю, выиграл ему Ньоса, если бы он с ним не зарубался. Ну и проиграл Стерлингу уже, в общем-то, без вариантов ничего у меня там особо не получилось. Ну, Ауджи сейчас на ходу. У Эдгара все достаточно печально. После 2017 года победы над Ордригесом, у него два нокаута от Артеги и корейского зомби. Не особо зрелищный бой с Холловэем и победа только над Кабом Слонсоном. И опускается Фрэнки Эдгар на старости лет в весе. Наконец-то он решает в 61 килограмм спуститься. Но он всегда был очень маленьким для своей категории. Ну и сейчас он уже понял, что он не вывозит. Я не могу сказать, что Эдгар сильно ухудшился по своим навыкам. Просто улучшились по своим навыкам такие парни, как Брайан Ортега, как корейский зомби, как Макс Холловэй, который набрал к 19 году отличный ход. Поэтому это не Эдгар стал хуже, а остальные стали лучше. Эдгар, конечно, стал хуже в том плане, что у него уже возраст и два раза в нокауте он побывал в последнее время, хотя он никогда раньше в нокаутах не был. Ну и здесь весь вопрос Мунис за 1.47 Эдгар за 2.8 Наверное у Муниса больше шансов, но я его за 1.47 рассматривать не буду. А вот если на Эдгара вырастет коэффициент и уйдет за трешку, ну в принципе возможно я Фрэнке дам последний шанс. Еще конечно я очень внимательно посмотрю взвешивание, как он сделает вес, не будет ли он совсем отвратительно выглядеть. В общем в 16 году дело конечно было давненько бился он уже с парнем который может быть отдаленно напоминает Педро Муниса это Джереми Стивенс хотя надо конечно отметить что Стивенс он габаритнее он быстрее при этом ну и собственно говоря для категории 66 килограмм Стивенс конечно был весьма здоровым парнем он и сейчас является достаточно крупным для ней ну а Мунис то в общем то в 61 такой средний по габаритам будем говорить Эдгар там выиграл подключая борьбу с Мунисом наверное у него побороться не получится но у Эдгара может получиться с Мунисом побоксировать они одинакового роста при этом у Эдгара 18 сантиметров в ричи 18 сантиметров в ричи ну и конечно же огромный опыт выступлений и у Педро Муниса есть огромный опыт выступления но у Фрэнки Эдгара он просто он реально бился с лучшими и его шанс это переиграть Муниса на дистанции в общем-то он примерно так и дрался со Стивенсом много двигался много выкидывал если он сможет так подраться с Мунисом шансы я считаю у него есть ему нужно конечно не подпускать к себе Муниса на близкую дистанцию не пропускать от Муниса лоукики не пропускать от Муниса с рук потому что Мунис бьет тяжело и с рук и с ног ну в общем-то Мунис сравнительно медленный боец я не знаю конечно сложно их сейчас по скорости сравнивать но если Фрэнки сможет нормально сделать вес и нормально подготовиться то с учетом его размаха рук в общем-то у него есть шанс держать Муниса на джебе добавлять иногда может быть двоечки немножко просадить Мунису корпус и тогда забрать бой решением если вдруг решите забирать Эдгар но я думаю здесь на отечественных букмекерах забирать его только решением потому что Муниса фиг куда срочишь это точно ну и там собственно говоря коэффициент конечно будет весьма интересный ставка на Муниса ну я считаю что все-таки маловато коэффициент я ничего не говорю Мунис здесь выглядит надежно вроде как Фрэнки может быть уже и действительно отработанный материал но я подумаю о том чтобы дать ему последний шанс все-таки ну и Кэтер против Иге бой который очень конечно хочется посмотреть может быть на него даже и ставить не надо а просто поглядеть эту эпическую схватку мне кажется она будет не менее интересна чем Парье Хукер но я может быть ожидаю что здесь будет поменьше мяса и побольше какого-то умного боя начнем с Иги наверное все у него конечно с одной стороны неплохо после того как проиграл Арсе винстрик 6 побед близкий бой с Бектичем отдал он там второй раунд в борьбе и немножко отдал в борьбе в третьем раунде поэтому сплит но остальных всех прошел уверенно кроме Барбозы в общем что я ставил на Барбозу в последнем бою и когда бой закончился мы там общались с коллегой в чате я ему написал ну что Иги с плитом ну в принципе так и отдали я знаю что многие считают что Барбоза победил пересматривал этот бой но с учетом концовки второго раунда наверное все-таки победил Барбоза при всем моем уважении Киги Барбоза конечно почему я собственно его и ставил я считаю был достаточно неудобным для Иги соперником вот Иги будет на 10 сантиметров ниже кетера но при этом у них достаточно близкий размах рук там плюс-минус у Иги практически такой же но у Барбоза был размах рук все-таки побольше на 10 сантиметров и Барбоза вполне неплохо боксировал в том бою что меня в общем-то удивило я считал что он будет по-прежнему только с рук работать ну и конечно пропускал там Иги к определенных моментах и иногда он там упал в первом браунде но все-таки бой провел неплохо все он выдержал что ему Барбоза предложил сам был достаточно активен много накидывал в общем Иги хорош Иги развивается от базового джитсера он пришел к неплохому ударнику ну и в принципе выглядит хорошо про Кейтера можно сказать примерно все то же самое за исключением того что он базовый боксер тоже есть у него поражение в UFC Майкана он странно проиграл в 18 году просто отдал Майкана ноги которые тут ему отсушил полностью ну и в общем-то не сказать что у Кейтера была такая прямая позиция допустим там топовая гораздо лучше чем у Иги она примерно плюс-минус сопоставимая Бургас вы видели чего он стоит в последнем бою Фишгольд сыроват был Ламас был староват Стивенс был тоже наверное староват ну а Магомед Шарипову и Майкан он проиграл я бы сказал что он проиграл первый раунд Джереми Стивенсу и вот когда я смотрел последний его бой со Стивенсом я просто попытался для себя определить какие у Катара вообще есть минусы потому что он конечно очень хорошо подготовленный боец и когда закончился первый раунд я так сам себе сказал что наверное единственный минус Кейтера который я могу отметить это его некая излишняя академичность стойки все-таки немножко он мне кажется там повторяется и действует ну плюс-минус однообразно но как только я это подумал начался второй раунд и Кейтер там конечно сотворил отличную комбинацию грубо говоря он пожертвовал слона чтобы забрать ферзя сам пропустил достаточно жесткий панч от Джереми но выкинул неожиданный локоть которым просто срубил Стивенса Стивенса срубить вот так вот сразу это конечно неплохое достижение и Кейтер у меня к нему нет вопросов он прекрасен или по крайней мере очень хорош но дают на него всего 1.36 а на Эге 3.3 и я думаю что к турниру Кейтера еще прогрузят будет на него там 1.3 1.25 но я не могу с такими коэффициентами согласиться тут знаете такая ситуация получается что есть такая стандартная тоже что есть фаворит на которого коэффициент несколько занижен будем говорить хотя у фаворита конечно хорошие шансы победить больше чем у андердога однозначно есть андердог на которого заманивают коэффициентом у которого не так много шансов для победы есть ли шансы для победы у Дена Иги я считаю что все таки да во первых у Иги есть тяжелый панч не будем забывать что у него прозвище Динамит и оно абсолютно оправдано он не так много конечно же людей нокаутировал в UFC практически можно сказать чуть ли там никого но Дэнни Генри он задушил после того как его потряс там Майк Сантьяго это тоже не особо интересно но панч у него никуда не делся и у него будет возможность донести этот панч в течение пяти раундов я бы не сказал что Кэтер совсем уж не пропускает есть там варианты мешаются мне тут незакрытые программы хотя я вроде их закрыл в общем есть у него шанс донести панч это раз во вторых Иги это конкретный бойцовый пёс он не сдается и вот даже в том эпизоде когда Барбоза его в первом раунде потряс и там добивал его так конкретно Иги в общем-то там и ухом не повел он потом встал как новый рубль как будто его только что не избивали держак у него неплохой он упорный стойкий агрессивный ну не знаю я не могу тоже найти в принципе каких-то больших таких различий между Кэтером и Иги ну да Кэтер техничнее бьет ли Кэтер жестче нет лучше он ли он комбинирует да то есть определенного у Кэтера есть преимущество это и габариты и то что он может быть достаточно уверенно выглядел в последних боях можно конечно сказать что Иги не так уверенно выглядел в последних боях да это правда опять же это будет 5-ти раундовый бой мы например не видели ни Дэна Иги ни Кэлвина Кэтера в поздних раундах у них у обоих приличное кардио но сумеют ли они его так же поддерживать в 4-м 5-м раунде мы об этом не знаем поэтому я определенный шанс у Дэна Иги вижу за 3-3 я его забирать не буду но если он ближе к турниру уже пойдет где-то ближе к 4-м если Кэтера еще прогрузят ну в принципе я вполне возможно и рискну я понимаю что Кэтер будет красоваться во всех там двойниках тройниках квартетах квинтетах секстетах ну пожалуйста как бы я не возражаю но сам этого делать не буду все-таки математика здесь за Дэна Иги а у Кэллина Кэтера шансов победить побольше с этим я соглашусь ну вот такой турнир сильно не рискуйте пишите свои комментарии вопросы лайки все приветствуется всем спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр спасибо за просмотр